МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа новости 24 в эфире телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова и прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Вымышленные долги идеальных абонентов. За что задержан руководитель дагестанской энергоспитовой компании? Расскажем через минуту. Торговцы бьют тревогу. Неужели коронавирус добрался до рынка в Дагестане? Почему продажа бананов резко пошла на спад? Футбол в слепую сыграл Хабиб Нурмаганедов. Каспийский прошел международный турнир по футболу в среде нефтячих. Арестован руководитель дагестанской энергоспитовой компании. Эльдар Гаджабабаев задержан по решению Кировского районного суда в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, компания под его руководством начисляла несуществующие задолженности на абонентов. Делалось это в целях сокрытия и хищений электроэнергии. Кроме этого, в организации обнаружены факты эффективного трудоустройства. Напомним, что стражи порядка активно заинтересовались чиновникам еще в конце минувшего года. Водоканал Махачкалы оштрафован на 832 тысячи рублей. Штраф выписан за 2019 год. Как сообщают пресс-службы Госжилинспекции Республики, наказание за административное правонарушение назначено за неисполнение предписаний надзорного органа и за нарушение правил обеспечения коммунальными услугами. В аэропорту Махачкалы создадут изолятор для зараженных коронавирусом. По поручению премьер-министра Дагестана Артема Сдунова уже проводится ремонт помещения. По словам гендиректора аэропорта Махачкалы, при выявлении человека с подозрением на опасную инфекцию он будет изолирован в данном пункте. Кроме того, еще одно помещение есть и в штабе, где будет проходить предрейсовый осмотр экипажа. Но не так стремительно распространение коронавируса, как эпидемия мифов об этом заболевании. К примеру, в сети появилась информация, что вирус можно вылечить раствором соли или специальным чаем. Смышленые предприниматели уже активно продают чудо-продукцию. Но одним из самых популярных фейков специалисты назвали заблуждение о том, что вирус передается через бананы. Мы решили выяснить, где правда, а где выдумка. Зумруд Гамидова продолжит тему. Совсем недавно социальные сети заполнили так называемые «письма счастья» от неизвестных благодетелей. В них сказано, что употреблять пищу бананы ни в коем случае нельзя, иначе вас непременно настигнет напугавший весь мир коронавирус. Торгующие фруктами предприниматели жалуются на резкое падение спроса. Это произошло из-за того, что кто-то намеренно распространил пугающие слухи среди местных жителей о том, что бананы якобы заражены опасным китайским вирусом. Хотя привозят эту продукцию вовсе не из Китая, а вообще с других континентов. Эта продукция приходит из Эквадора, с Южной Америки, а к Китаю никакого отношения не имеет. Замедлились объемы, конечно, это скоропортящийся груз. Не помогает даже снижение цены. Убытки довольно приличные. Все равно сказывается. На рынке это сказывается, потому что если замедлились сегодняшние продажи, завтра тоже проблемы будут. Они друг на друга наслаиваются, эти проблемы. Все те, кто этим занимаются, все магазины. Люди напуганы из-за того, что коронавирус еще недостаточно изучен и все опасаются его быстрого распространения по разным странам. Это и заставляет верить в любые небылицы, даже в заражение через желтые плоды. От пугающих фейков не спасают даже последние рекомендации Минздрава и многочисленные опровержения специалистов Роспотребнадзора. Заражение людей через бананы, через какие-то пищевые продукты, через посылки не происходит. На данный момент во всем мире могу сказать, что описанных случаев через посылки, переданные и посланные куда-то, не описано. Инфекция неустойчивая во внешней среде, она погибает быстрее, поэтому риск какого-то заражения через бананы я не вижу. Так что в данном случае это не более чем страшилка. Вирус способен жить только внутри организма животного или человека, поэтому на банане он выжить не сможет. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать стандартный набор правил. Мыть руки с мылом, не трогать глаза, нос и рот грязными руками. Стараться реже бывать в общественных местах. И есть фрукты, бананы в том числе. Шумных соседей будут штрафовать. В Госдуме разработали законопроект, согласно которому запрет на шум в жилых домах будет действовать с 23.00 до 7.00 утра. Штраф за нарушение от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 150. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц. Отметим, что нарушением не считается крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и тому подобное. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком. Болезни ежегодно забирают жизни миллионов человек. Лекарства от этого недуга, увы, пока еще не найдено. Но выработан ряд профилактических процедур, которые могут помочь предотвратить появление онкологии. Для этого Роспотребнадзор рекомендует вести здоровый образ жизни и проходить регулярные обследования. Снижению риска заболевания способствует употребление овощей и фруктов, соблюдение режима сна и отсутствие вредных привычек. В Управлении Федеральной службы исполнения наказания Республики состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов за минувший год. Отметим, что в ходе совместной работы МВД и ФСБ России раскрыто 739 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Также установлено местонахождение 104 осужденных, в том числе лиц, находящихся в федеральном розыске. В завершении мероприятия они определили планы на текущий год и посетили выставку товаров, изготовленных осужденными в местах заключения. Основная функция наша – это изоляция от общества. Но есть и вытекающие из этого другие функции, которые тоже являются немаловажными. Это обеспечение трудом осужденных. К примеру, человек совершил правонарушение, его заключили под стражу, ограничили его свободу. Но питание его, одежда, которая ему выдается, коммунальные услуги – за это все оплачивает государство. Чтобы он мог это возмещать, он должен трудиться. Число юнормейцев в республике растет с каждым днем. Так, в ряду юных и отважных вступили около 30 ребят. Торжественное вручение удостоверений состоялось в управлении Росгвардии по Дагестану. Там же для них провели экскурсии и устроили выставку боевого оружия. Луиза Раджабова расскажет обо всем по порядку. Форма песочного цвета и яркий берет. В рядах армии юных патриотов Малика недавно. Как и ее подруги, она впервые держит в руках стрелковое оружие. На экскурсию и смотр военной техники пришла не одна – со своим отцом. Три дочки. Из них две старшие. Одна десятый класс, другая шестой класс. Обе состоят в этом движении юной армии. Они, в принципе, регулярно принимают участие в всяких вот таких патриотических акциях. Им это доставляет удовольствие. То есть это не от того, что я захотел, они пошли. Наоборот, они, видя, как мы активно в этих моментах участвуем, они сами проявили институт. Я выбрала именно юную армию, не шитье, а не танцы, как и остальные девочки, потому что я хочу быть как можно ближе к своей стране. Я патриот своей страны, как это понятно уже. Я очень люблю свою страну, и если вдруг что-то произойдет, я, конечно, в первых рядах буду защищать свою страну. У ребят много вопросов. На выставке боевого оружия и спецтехники бойцы ОМОН нашли, чем заинтересовать детей. Здесь и бронированный «Тигр», и БТР, а в кинологическом городке юноармейцев знакомят со служебными собаками и основами их трассировки. Значит, наша основная задача – это воспитание детей, чтобы они уже были с малых лет, понимали, что такое родина, отечество, служба в армии, чтобы они были к этому готовы показать, что есть у нас, ознакомить их с оружием, ознакомить с техникой, ознакомить с нашим бытом. В нашем юноармейском движении в республике Тагестан состоит 14 107 человек, 52 отделения и 870 отрядов. В наши ряды выступают ребята наиболее подготовленные, ребята, которые занимаются спортом, ребята, которые желают изучить историю России, географию России. В обязанности юноармейцев входит хорошая учеба, занятия спортом и постижение военных дисциплин. По всей республике в юноармии уже вступили 14 тысяч человек. Попасть туда может любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет. Сегодня свое удостоверение получили еще 30 ребят. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Хабиб Нурмагомедов провел Каспийский международный турнир по футболу среди слепых. Кубок Каспия собрал 8 команд из стран зарубежья и субъектов России. Как играют спортсмены, у которых полностью отсутствует зрение, знает Курбан Рагимов. Никита Егоров не видит с рождения. Все свои 29 лет спортсмен живет в полной темноте, однако это не мешает ему добиваться успеха в мини-футболе. Он начинал играть еще в 2009, а спустя несколько лет мечта стала реальностью. Сегодня Никита один из лидеров сборной команды России. Сначала очень хотелось просто доказать себе, что я могу играть на высоком уровне. Ну, сначала, что вообще могу играть, водить мяч и прочее. Потом, когда первые успехи пошли, хотелось тянуться к наиболее высшему уровню. А потом уже, соответственно, когда кое-что стало получаться, просто держать планку. И успех мотивирует на дальнейшую работу чаще всего лично меня. Порой страсти кипят в игре такие, что не снятся футболистам премьер-лиги. Да и уровень мастерства здесь высокий. В Каспийск съехалась почти вся элита российского мини-футбола «Б-1». Всего в турнире участвует 8 команд. Помимо местных клубов, это сборная Казахстана, Молдовы, Республик Марии, Эллы, Чечни, а также команды из Москвы и Московской области. Вообще идея турнира, организация турнира пришла к Хабибу после того, как он сыграл в товарищеском матче со сборной Казахстана. И мы созвонились и как-то синхронно друг к другу сказали, что давай проведем турнир международный в Дагестане. Это первый турнир международного уровня в России. В России настолько высокой организации не было еще ни на одном турнире в России, начиная от призового фонда, заканчивая расселением и всего остального. Международный турнир, тем более в это время года, где в основном в России у нас и тренироваться, негде играть, негде только в зале. А здесь вообще великолепные условия, прием хороший, проживание, питание, организация, все отлично. В этом мини-футбольном турнире, по большому счету, все точно так же, как и в играх среди абсолютно здоровых спортсменов. По крайней мере, в желании футболистов победить и в их стремлении стать лучше. Здесь немного другие правила, но чего не отнять, так это огромное уважение к игрокам. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, они не опустили руки и нашли себя в спорте. Их присутствие на поле вызывает восхищение и у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Именно он совместно с партнерами из Паралимпийского комитета Казахстана и фондом «Озарение» выступил организатором этого турнира. Я когда был в Казахстане, посетил клуб Кайрат, футбольный клуб Кайрат, и там меня познакомили с ребятами, которые играют в футбол, но не видят мяч. Для меня это было такой новостью. Я сам с ним сыграл, и это первое уважение мне нанесли на футбольном поле. Команда Никиты Егорова выиграла в Каспийске свой очередной трофей. В серии пенальти футболисты из Московской области оказались точнее игроков из республики Мариэл. Хозяева поля остались за пределами первой тройки. Впрочем, солидных денежных премий, кубков и медалей удостоились все участники. Кубок Каспия по футболу среди незрячих планирует проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok